Святейший Патриарх Кирилл встретился с учителями основ религиозной культуры и светской этики и основ духовно-миралственной культуры народов России. 19 октября 2021 года в Сергиевском зале Кафедрального собора Храма Христа Спасителя в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с учителями, реализующими предметные области основы религиозной культуры и светской этики и основы духовно-миралственной культуры народов России. Организатором встречи выступил Синодальный отдел религиозного образования и катехизации. В президиуме находились Святейший Патриарх Московского и всея Руси Кирилл, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений, министр посвящения Российской Федерации Кравцов. В заседании приняли участие президент Российской Академии образования профессор Васильева, первый заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области и Журавлёва, педагоги из различных регионов России. Открывая заседание, митрополит Евгений выступил с кратким приветствием. Со словом к участникам встречи обратился Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В выступлении министра просвещения Российской Федерации Кравцова было посвящено актуальным вопросам сотрудничества Министерства просвещения и Синодального отдела религиозного образования обязательно. Президент Российской Академии образования профессор Васильев представил доклад о новом учебно-методическом комплексе «Основы православной культуры» в рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики». Первый заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Журавлёва рассказала о проведении апробации нового учебно-методического комплекса «Основы православной культуры». В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» в Свердловской области. Затем митрополит Евгений попросил святейшего патриарха Кирилла подвести итоги встречи. «Хотел бы выразить удовлетворение в связи с проведением нашей встречи и поблагодарить всех выступающих. Целый ряд Ваших замечаний я записал и постараюсь как-то осмыслить, подумать о том, как дальше продвигать высказанные Вами предложения», сказал в частности святейший владыка. По словам его святейшества, следует с особым вниманием отнестись к проблемам, связанным с широким распространением современных электронных технологий. Интернет предоставляет доступ к совершенно разным источникам, в том числе очень опасным. Это может абсолютно инвелировать, нивелировать всё то, чем мы занимаемся в школе. Более того, воспитать в детях полное неприятие того, что даёт школа. Если интернет станет главным источником информации и главным фактором формирования личности, то мы, оказавшись на периферии, немного сможем достичь масштаба всей страны, заявил святейший патриарх. Несоизмеримо влияние школы, влияние интернета, влияние родителей, влияние интернета, но тем не менее нам нельзя сходить с пути. А для того, чтобы наше движение было успешным, каждый из нас должен сознавать, что мы на передней линии фронта. Ни в коем случае нельзя рассматривать то, что мы делаем, как одну из второстепенных обучающих программ средней школы. Это самое главное. Это борьба за души, за мировоззрение наших детей. А значит, нам нужно научиться воздействовать на их сознание таким образом, чтобы у молодежи вырабатывалось критическое отношение к информационному потоку, в который она погружена, подчеркнул святейший владыка, отметив, что только координация воспитательных процессов в семье и школе позволит обеспечить духовно-нравственное и интеллектуальное формирование молодежи. Но очень важно, чтобы дети воспринимали школьное обучение как интересное, актуальное. Поэтому на преподавателей основ православной культуры возложена титаническая задача. И дай Бог, всем вам сил с ней справиться, пожелал святейший патриарх Кирилл. Представитель Русской Православной Церкви наградил президента Рауи Василию патриаршим знаком за труды по духовно-нравственному просвещению, за многолетнюю поддержку просветительных проектов Русской Православной Церкви и труды по составлению и изданию учебника основы православной культуры 4 класс. В завершении заседания митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений и Коровцов вручили награду педагогам, особо подрудившимся на Неве духовно-нравственного просвещения, почетных грамотах Министерства просвещения Российской Федерации за добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования, благодарственные письма Министерства просвещения Российской Федерации за многолетнюю добросовестную работу и значительный вклад в духовно-нравственное развитие подрастающего поколения, а также патриарши грамоты за труды на Неве духовно-нравственного просвещения. Для учителей, участвовавших во встрече, была организована обзорная экскурсия по Кафедральному соборному храму Христа Спасителя. Информация пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси.